у нас сегодня длинная дорога в секвой парк макс заболел мне уже легче макс заболел завтракать перед дорогой наш отельчик сан-франциско мы с тобой прощаюсь сказал я перегрел сумасшедшая скорость смотрите еду без руля пробка посреди степей калифорнии да ну да да ты же понимаешь что я это выложу куда не знаю просто за кольцо и выложу в инстаграме у меня там полторы тысячи человек как-никак не тебя у нас и 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 а в нью-йорке снег у нас тут зелень зелень красота утром утром горы видно тебе и PT горы или или о потому это горят Остановились немножко размять ножки, и Максим их разминает под капотом. Макс, что случилось? Непонятно. What's going on? В Форне всегда солнечно, это правда. Всегда, всегда. Я хочу тут жить, потому что здесь солнечно. Я не знаю, что здесь делать, но здесь очень солнечно и красиво. Витамина D здесь хватает всем. Переселились, я забыла вам рассказать, мы в другую машину. Она абсолютно такая же, только черного цвета. Как раз для пустыни. Или на 2000 миль больше пробега. И на 2000 миль больше пробега. Ну, это ничего страшного, я думаю. И масло тут 67% в жизни, а не 2%. Они нам не хотели менять, сказали, так у вас не горит же сервис иконкой. А я говорю, так 2% осталось, и она просто потом загорится. Я не хочу, мне 5000 миль еще ехать. В общем, они поменяли. В ависе очень удобно. Да. Едем уже в Секвоя парк. По калифорнийским деревням. По калифорнийским нам напоминает это Мексику. Максиму напоминает Мексику. Я там никогда не был, но мне кажется, там именно так. Вот. В общем, после Секвоя парка будем ехать в Лос-Анджелес. Вот при въезде в национальный парк Секвоя нужно платить 30 долларов, если вы заезжаете на машине. А если на мотоцикле, 25. На мотоцикл 25. А если пешком, 15. Вот так вот. Такие расценки. Нам дали вот такую вот газетку, где написано, кто живет в лесах Секвои. Меня повеселила фраза, если медведь вдруг забрал у вас еду, никогда не пытайтесь забрать ее обратно. Просто даже интересно посмотреть на этого. Семного века, который... Сумасшедшего, который у медведя будет еду забирать. Я думаю, знаешь, зависит от ситуации. А, ну если это последняя, да? Последняя еда, да. Но там медведь просто рискует стать едой. Человек может психануть. Вот такие вот виды. Красиво. Вот такие вот широкие. Горы высокие. Вот там могут быть мишки. Да-да-да. Которые забирают еду у людей. Да, тут, в общем, водятся змеи. А даже... Ой, тут даже львы водятся горные. Зелен? Ну, как-то они так называются. Водятся. Mountain lines. Здорово. Вот показано, видите, мишка в машине сидит. В машине нельзя еду оставлять тоже. Ну, тут уже чувствуется прохладно. И у меня закладывают уши. У меня уши отложили. Мы приехали в парк. Переобуваемся. Потому что тут снег. Накинем курточку сейчас. Деревья, которым сотни лет, да? Вот полянку вытоптали. Деревья тут миллион лет росли. А они-то полянку вытоптали такую. У нас с каждым отрезком видео увеличивается возраст деревьев. Сначала сотни лет, потом тысячи. Я уже миллион. Я уже даю. Миллион. Ориентировать такой эксперт. Так, дайте мне шишка. Шишка, надо попробовать на вкус. Миллион лет. Миллион лет на вскидку. Как вы видите, они реально не горят. В середине дерева. Тут явно кто-то спал. Тут жить можно, серьезно. Получается. Просто, чтобы масштабы понятны были. Я тебя уже снял. А, хорошо. Я могу подойти, подели? Подойди, да. Смотрите. А, какая кора? Она как будто полая. Кать, я, по-моему, начинаю путать кнопки. Еще раз. Попытка номер два. Карасикой. Я есть ее не буду. Хотел съесть. Можешь мне на складку? Сейчас. Здорово. А где я крышечку? Знаешь, какие будут комментарии? Козлина, эта кора нарастала там миллиард лет, ты ее оторвал. Она просто сама отпадает. Вон внизу. Я думал, она одна здесь. Их 75. Здорово. Идем считать сейчас. Да, шишечку возьмем на память. Я же взял. Да. Мы с тобой все равно не гуляли сколько. Надо был на айфон сфоткать. Мы так поняли, что до некоторых мест, но тут просто не добраться пешком. Не по снегу. Да, мы идем. И на редкость тепло, правда? Очень. А вот, смотри, девочка в соотношении с деревом. Теперь мальчик в соотношении с деревом. Они все уходят в дерево. Сейчас вылезут вот с тех пещер. Упало дерево. Здесь немного описания сикоев. Вот конкретно диаметр. 11 метров дерево. Спил основания. Также здесь показано, какой диаметр ствола у 100-летнего дерева, Катя. У 100-летнего? Да. Да ладно. Представляешь? То есть мы ту маленькую, которую мы видели, или вот эти вот? Если это сикои, то я даже не знаю. Нет, вот это не сикои, мне кажется. Хотя... В общем... В общем, интересно. Сколько ему лет? Я не могу понять. 2200 лет. Ага. А это вот этому? Нет, этому от 25 до 100 лет. 25-100 лет. Сколько лет? А, ну вот этому. 2200 лет. Ну вот, ровесник Иисуса Христа. Практически. Давайте чуть-чуть постарше, на пару сотен лет. Поразительно. А сейчас мы идем. И его видно отсюда, естественно, гигантское. Видите, они... Практически все выгоревшие большая часть деревьев. После лесных пожаров. Ну, наверное, это было очень давно. Был момент, когда секвойя вырубали. А сейчас их осталось всего 75 штук в этом парке. К сожалению. Росли они тысячелетиями. Представляете? Ну, вот так вот одно дерево срубить. Это, я не знаю, как обычных деревьев. Штук 30, наверное. Тут погода очень обманчива. Ну, потому что выходишь на солнышко жарко. А вот так в тень заходишь, уже прохладно. Нужно одеваться. Макс куда-то потерялся. Ну, это маленькие деревья. Побольшое. Вон Макс. Написано, почему слишком большое и слишком старое дерево. Ну, потому что оно, во-первых, тут написано, что два фактора вместе совместимы. Быстро, долго живет и быстро растет. Также, потому что оно не подвергается коррозии, огню, инфекциям различным и плесень не образуется на нем. Тут есть одно дерево, которое считается самым большим, самым широким. Мы сейчас к нему идем. И его видно отсюда, оно действительно гигантское, в обхвате. Я не думаю, что масштабы, конечно, передают в камере. Но вот, вот человек, видите, рядышком. И это дерево. Отлично. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...